Музыка Коллеги, сегодня у нас очередное заседание. Вы, вероятно, знаете, что опять 52 вопроса, из которых 3 постановления и 2 по 118-е. Ну, вероятнее всего, будет рассмотрено там 30, как всегда. И мы очень сожалеем о том, что с нашей точки зрения очень важные законы и о базовом окладе педагогических и медицинских работников уже раз 30 переносился. И закон о индексации пенсии работающим пенсионерам не меньше. И здесь неудобство вызывает то, что сенатор приходит наш, а закон не рассматривается. Но, тем не менее, хотелось бы довести до вас, тех, кто не знает. Вчера мы провели очень, с нашей точки зрения, глубокие части познания состояния образования и наших предложений закона образования для всех парламентские слушания. Я хотел бы представить слово и организатору этих слушаний, основному докладчику Олегу Николаевичу Смолину. У нас действительно есть по меньшей мере три информационных повода для того, чтобы поговорить об образовании. Один Николай Васильевич уже озвучил. Второй – это действительно закон о базовой ставке или окладе педагогических и медицинских работников. Ну, а третий – это печально знаменитый, уже принятый Государственной Думой и переданный в Совет Федерации, закон о так называемой просветительской деятельности. Я начну с третьего повода. Как только закон был принят Государственной Думой, возникла популярная грустная шутка в интернете. 33-й год нашей эры, Иерусалим, по городу ведут на казнь еще молодого мужчину. Один горожанин спрашивает другого – это кто? Это преступник. Он совершил тяжкое преступление, занимался просветительской деятельностью без разрешения властей. Эта шутка содержит только долю шутки, остальное – правда, потому что вместо того, чтобы поддерживать просветительскую деятельность, закон, принятый Государственной Думой, собирается ее всячески ограничивать. А почему ее нужно поддерживать? Я напомню, что в послесоветское время в грамотности населения произошел провал. Некоторые даже называли это ликвидацией грамотности. И на самом деле примерно треть населения, если верить социологам, думает, что Солнце – это спутник Земли. Примерно столько же, чуть больше, думают, что вся радиоактивность на Земле искусственного происхождения, то есть естественной радиоактивности нет. Примерно столько же думают, что антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы. Примерно столько же не способны отличать науку от псевдонауки и думают, что астрология – это наука. Кстати, в Соединенных Штатах только 5% так думают. Более половины населения плохо знают историю. В частности, они думают, что царя свергли большевики и так далее, и так далее, и так далее. Повторяю, образование, вообще просветительская деятельность в особенности нуждаются в поддержке. Полемизируя с нашими оппонентами из «Единой России», я позволил себе при обсуждении закона заявить, «Вы видите угрозу национальной безопасности России в просвещении, а мы считаем, что такой угрозой является власть тьмы». Парламентские слушания, которые проходили вчера, представляли в очередной раз стратегию образования для всех, которая была разработана и в рамках отдельного большого закона, дважды мы вносили эти законы. В прошлой Государственной Думе, соответственно, еще в 2011 году, тогда под названием «Закон о народном образовании», и, соответственно, в этом составе Государственной Думы он был отклонен под названием «Закон о образовании для всех», сверх того мы подготовили целый блок законопроектов, направленных на реализацию отдельных положений закона. Хочу напомнить вам, уважаемые коллеги, кто не считал, а думаю, большинство не считали, что в программе «Единая Россия», «Россия-2020» было записано, что расходы на образование в 2020 прошедшем году должны были составить от 6,5% до 7% от волового внутреннего продукта. Вы будете смеяться, но ровно то же самое записано в нашем законе об образовании для всех, который был отклонен, причем в течение пяти лет, который был отклонен именно голосами «Единой России». То есть мы пытались провести в жизнь программу «Единой России», она ее собственную программу заблокировала. Почему я обращаю ваше внимание на это обстоятельство? Да потому что, конечно, мы все за то, чтобы развивались духовные потребности, но любая власть, если она считает такую-то сферу приоритетной, должна поддерживать ее, в том числе, финансово. Напомню, что по данным Алексея Кудрина, который, конечно, принадлежит к другому, чем мы с Николаем Васильевичем, политическому направлению, так вот, по его данным, расходы на образование в трехлетнем бюджете сокращаются с 3,9% до 3,6% от волового внутреннего продукта, то есть они будут вдвое ниже, чем обещала «Единая Россия» и чем предлагали мы в законопроекте об образовании для всех. Вы скажете, какое это имеет отношение к образованию? Самое прямое. В российском образовании прямо, явно нарастает кадровый кризис. Напоминаю, что по данным Народного фронта, который тоже не является оппозиционной организацией и который опросил 1300 учителей, 44% учителей заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% учителей иностранного языка, 30% учителей литературы, 26% учителей начальных классов. В чем ситуация только ухудшается. Если по данным Народного фронта на пару лет назад, средний российский учитель работал более чем на полторы ставки, и по данным, соответственно, Российской Академии Народного хозяйства и госслужбы, количество учителей, которые работают на две, увеличилось вдвое, каждый седьмой работает на две ставки. Коллеги, я работал на полторы ставки молодым учителям, это тяжело. Но как работают на две ставки женщины постбальзаковского возраста, представить себе невозможно. Это значит, что либо они вообще не живут, либо они вообще не готовятся к занятиям. Какое тогда будет качество образования? Так вот, когда я прихожу в школу, например, в моем родном городе Омске, и привожу эти данные Народного фронта, они говорят, подумаешь, чем удивил. У нас есть учителя, которые ведут по 40 уроков, а у учительницы иностранного языка ведут 50 уроков в неделю. Коллеги, для того, чтобы провести 40 уроков в неделю, нужно потратить, если по-честному, с учетом подготовки, воспитательной работы и так далее, примерно в два с половиной раза больше времени, когда жить. С этими же проблемами связаны другие вопросы развития российской школы. Ну, может быть, многие из вас помнят, что в 2014 году президент Российской Федерации дал поручение правительству, в 2015 году была принята специальная правительственная программа строительства новых школ. Согласно программе, мы должны были к 2020 году закрыть третьи смены, а к 2025 году у нас должны были все дети учиться в одну смену. Выделение денег из бюджета на эти цели таково, что даже по оценкам председателя Думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, мы будем решать эту задачу к концу XXI века, если не в XXII. Но к тому времени те школы, которые сейчас еще относительно новые, все станут, безусловно, старыми. Вопрос упирается в деньги, вне всякого сомнения. Острейшая тема, которую мы бурно обсуждали в том числе и вчера, это тема, связанная с развитием дистанционных образовательных технологий. Пандемия показала, что российские школы в основном к этой теме, да и вузы в основном к этой теме не готовы. Да, занятия не прекратились, но мы понимаем, что по одним данным в половине сельских школ, по другим данным в двух третях школ Российской Федерации нет нормального интернета. Все, наверное, помнят историю о моем земляке, омском студенте Института водного транспорта, который сбирался на березу. Чтобы получить доступ к интернет-занятиям, другие дети на пожарные колончи в других регионах Российской Федерации и так далее, и так далее. Мы внесли специальный законопроект раньше правительства, раньше депутатов, членов Совета Федерации, который предусматривает две позиции. Первое. Перевод на дистанционные технологии при домашнем обучении возможен только с согласия родителей. 93% родителей против. Напоминаю вам об этом. При этом, второе. Если в особых условиях Российская Федерация вынуждена переводить детей на обучение на дому с дистанционными технологиями, она обязана обеспечить детей всем необходимым, включая компьютеры, широкополосный интернет и соответствующее содержание, или, как говорят, контент. Правительство дало нам отрицательный отзыв на этот законопроект. Неудивительно, что родительское сообщество в массе выступает против, не очень разбираясь, где нормальное развитие электронного обучения, а где его профанация. Мы считаем, что этот законопроект нисколько не устарел, он опять же появился в повестке дня, но сколько раз будет переноситься, может 20, может 30, а может вообще на следующую думу, мы пока точно сказать не можем. Можем мы сказать только одно. Главная суть нашей стратегии образования для всех выражена в ее названии. Вот мне вместе с двумя экспертными советами довелось быть в Хорошколе. Хорошкола – это школа, которая построена, соответственно, и создана Сбербанком при участии Германа Грефа. И в отличие от того, что многие говорят в российском радио и телевидении, я вам могу сказать, что эта школа хорошая. Кстати, там не предполагается никого принудительно переводить на дистанционное обучение. Своих учат вживую. Знаете, в чем разница со школой Грудинина? Они во многом похожи. В школу Грудинина берут всех детей, которых позволяет взять лицензия. В школу Грефа сначала отбираются дети по уровню подготовки, а потом для того, чтобы в этой школе поучиться, вы должны заплатить 300 тысяч вступительного взноса и примерно по миллиону в год. Вот вам две хорошие школы, но принципиально разные стратегии. Образование для всех и образование для богатых и управляющих, и для тех, кто может это себе позволить. Спасибо за внимание. Мы будем продвигать наши идеи, поскольку образование – это будущее страны. Уважаемые коллеги, в завершении хотелось бы вам напомнить, что 7 апреля у нас будет отчитываться председатель счетной палаты Кудрин. И мы через вас хотим ему напомнить, что нас очень интересует, почему не принимаются и не реализуются законы указа президента и 2018, и 2012 года. Почему отрицательное заключение на закон о детях войны, а в то же время нет желания у счетной палаты, главного финансового органа страны проверить, куда делись, если верить предыдущему председателю счетной палаты, то она в своем интервью говорила, что на институты развития выделено 5 триллионов рублей. Эффективность – ноль. Покажите мне нанотехнологию, которую сделал Роснано. Институты есть, а развития нет. Или покажите, что Сколково нам сотворил, кроме того, что значительная часть средств Роснано и Сколково по различным схемам фактически выведены за рубеж. Мы требуем проверки этих двух фактов и сразу найдем больше половины доходной части бюджета.